Всем привет! В этом видео я покажу, как создать инструмент, который необходимо иметь каждому пользователю компьютера под управлением Windows. Это загрузочная флешка с необходимым пакетом программ для диагностики компьютера, восстановления утерянных данных, переноса Windows на другой компьютер или жесткий диск и многое другое. Этот инструмент поможет в значительно сэкономить средства на компьютерных сервисах и выездных компьютерных мастерах. Досмотрите это видео до конца и я уверен вы найдете для себя много полезной информации. Итак, начинаем. В первую очередь мне понадобится флешка или внешний жесткий диск не менее 8 гигабайт и сам архив с набором программ. Архив вы можете скачать по ссылке в описании. Подключаю флешку к компьютеру и перехожу в проводник. В моем случае места на флешке много, поэтому я сделаю два раздела. Один под загрузочную флешку и второй оставлю для временного хранения данных. Например, в этот раздел можно загрузить драйвера, образы операционных систем для последующей установки, какие-нибудь базовые программы или копии пользовательских данных, на случай если что-то пойдет не так во время восстановления компьютера. Для этого я перехожу в пуск и в строке поиска пишу управление компьютером. В открытом окне выбираю запоминающее устройство и перехожу в управление дисками. Откроется окно, в котором отображаются все диски и разделы, которые используются на компьютере, включая внешние диски и флешки. И здесь крайне важно обратить внимание на диск, который используется для хранения и работы Windows, его ни в коем случае не трогаем. Следующие диски и разделы могут хранить важную для вас информацию, поэтому к выбору диска для форматирования и дальнейшего разделения необходимо подходить с особой внимательностью и осторожностью. Чаще всего операционная система находится на диске C, но так бывает не всегда, поэтому будет не лишним на всякий случай перепроверить. Открываю проводник, перехожу в диск C, убеждаю, что Windows находится именно в этом диске. В разделе этот диск отображается как X0 и имеет два основных раздела C и D. Следующий по списку диск 1. Отмечен как съемный носитель, вот его я и буду разбивать на разделы. В первую очередь необходимо удалить все тонны на этом диске, для этого щелкаю правой кнопкой мыши на область удаляемого тома и выбираю удалить том. В случае если их несколько, то так проделал с каждым томом до момента пока в области диска появится значение не распределена. Важно помнить, что с удалением тома удалятся и все данные, которые на нем хранились, поэтому если на флешке есть что-то важное, перед началом операции обязательно перенесите все нужное на другой носитель. Теперь я создам два тома, один под забрузочную область и второй под файловое хранилище. Для этого щелкаю правой кнопкой мыши на неразмеченную область и выбираю создать простой том. В открывшемся окне жму далее, после этого прописываю размер создаваемого тома. Я поставлю значение 8000 мегабайт, этого будет более чем достаточно. Жму далее, откроется окно с возможностью присвоить тому букву. Выбирайте на свое осмотрение, какая больше нравится. Главное, чтобы не было совпадений с другими разделами. Жму далее, откроется окно с настройками форматирования тома. Файловую систему обязательно выбираем в факт 32. В случае, если накопитель не поддерживает эту файловую систему, очень рекомендую поменять на тот, который поддерживает, чтобы избежать возможных проблем на современных компьютерах. В поле названия тома есть возможность изменить название. Делать это не обязательно и можно оставить как есть. После этого жму далее, готово. Следующим шагом я создам еще один том. Для этого щелкаю правой кнопкой мыши на неразмеченную область, выбираю создать простой том. Далее размер тома выставляю на все оставшееся дисковое пространство. Чаще всего нужное значение уже будет выставлено. Выбираю свободную букву и жму далее. В этом окне необходимо поставить файловую систему NTFS. Жму далее и готово. В результате получится флешка или внешний диск с загрузочным томом и томом для хранения файлов. Текущее окно закрываю, оно мне больше не понадобится. Перехожу в папку с образом. Открываю папку запись на флешку и выбираю папку создания USB программы bootice. Запускаю приложение от имени администратора. Следует обратить внимание, что приложение для различной разрядности операционной системы запускается по-разному. У меня 64-битная система, следовательно я использую соответствующую версию приложения. Если вы не знаете разрядность вашей Windows, то необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на значок мой компьютер и нажать свойства. В открытом окне вы можете посмотреть разрядность. Возвращаясь к приложению bootice и первым делом раскрываю список дисков. Выбираю флешку, на которой в будущем будет копироваться образ с реаниматором. После этого перехожу в управление MBR, выбираю Ultra ISO и нажимаю инсталляция конфигурации. В открытом окне выбираю первый пункт Ultra ISO USB HDD+. Соглашаюсь, закрываю окно. Следующим шагом иду в раздел управления PBR. В открытом окне убеждаю, что выбрано значение загрузочная запись boot MGR, нажимаю инсталляция конфигурации. Соглашаюсь, закрываю окно. После этого перехожу в раздел управления разделами. Здесь убеждаю, что загрузочный раздел файловой системы FAT32 активен. В случае, если кнопка активировать доступна для использования, необходимо выбрать загрузочный том и нажать эту кнопку. Закрываю все окна. Возвращаюсь в папку с образом. Если ваш компьютер работает под управлением операционной системы версии выше 7, то просто открываем образ с двойным кликом мыши, выделяем все содержимое и копируем загрузочный раздел подготовленной флешки. В случае, если используется в Windows 7 или более поздней версии, самый простой способ использовать архиватор WinRAR. После завершения копирования создание загрузочной флешки будет завершено. В следующем видео я проведу полный обзор по возможностям этого реаниматора и начну целую серию роликов, как с помощью этого инструмента можно выявить и устранить 90% проблем, возникающих с компьютером. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.